Здравствуйте! Сегодня наша лекция посвящена стереотипам и предрассудкам в межкультурной коммуникации. Прослушав ее, вы сможете ответить на вопросы, какую роль играют стереотипы в жизни, как они возникают, каковы основные функции стереотипов. Далее мы рассмотрим, в каких случаях стереотипы могут быть полезны в межкультурных контактах, почему они могут быть препятствием в межкультурной коммуникации. Вы найдете ответ на вопрос, что такое предрассудки. Мы рассмотрим понятие предрассудка и объясним различия между стереотипами и предрассудками. Вы ознакомитесь с типами предрассудков, узнаете, в чем заключается проблема изменения стереотипов и предрассудков. Итак, мы начинаем с понятия и сущности стереотипа. Как известно, восприятие людьми друг друга осуществляется сквозь призму сложившихся стереотипов. Встречаясь с представителями других народов, люди обычно имеют естественную склонность воспринимать их поведение с позиций своей культуры. То есть мерить их на свой оршин, как говорится. Непонимание чужого языка, символики жестов, мимики, других элементов поведения часто ведет к искаженному истолкованию смысла их действий, и что очень часто порождает целый ряд негативных чувств – настороженность, презрение, враждебность. В результате такого рода межкультурных или межэтнических контактов обнаруживаются наиболее типичные черты, характерные для того или иного народа или культуры, и в зависимости от этих характерных признаков и качеств данные представители подразделяются на различные группы или категории. Так постепенно складываются этнокультурные стереотипы, представляющие собой обобщенные представления о типичных чертах, характерных для какого-либо народа или его культуры. Корни возникновения стереотипов лежат в объективных условиях жизни людей, для которых характерно многократное повторение однообразных жизненных ситуаций. Это однообразие закрепляется в сознании человека в виде стандартных схем и моделей мышления. Процесс формирования стереотипов происходит благодаря способности человеческого сознания закреплять информацию об однородных явлениях, фактах и людях в виде устойчивых идеальных образований. В сознании эти однородные объекты фиксируются в соответствующих представлениях, образах, оценках, посредством которых люди получают возможность обмениваться информацией, понимать друг друга, вырабатывать одинаковые ценностные установки. Стереотипы содержат в себе общественный опыт людей, отражают общие и повторяющиеся в их повседневной практике. Они формируются во время совместной деятельности людей путем акцентирования сознания на тех или иных свойствах, качествах окружающего мира, которые хорошо известны, понятны по крайней мере большому количеству людей. По своему содержанию стереотипы представляют собой концентрированное выражение этих свойств и качеств, наиболее схематично и понятно передающих их сущность. Психологический механизм возникновения стереотипов основывается на принципе экономии усилий, свойственном для повседневного человеческого мышления. Данный принцип означает, что люди не стремятся реагировать на окружающие их явления каждый раз по-новому, а подводят их под имеющиеся у них категории. Постоянно меняющийся мир просто перегружает человека новой информацией и психологически вынуждают его классифицировать эту информацию в наиболее удобные и привычные модели, которые получили название стереотипов. В этих случаях познавательный процесс остается на уровне обыденного сознания, ограничиваясь житейским опытом, который основывается на обобщении типичных представлений. В то же время окружающий человека мир обладает известными элементами единообразия и повторяемости, на которые вырабатываются устойчивые реакции и способы действия, которые также носят стереотипный характер. Отказ от стереотипов потребовал бы от человека постоянного напряжения внимания и превратил бы весь процесс его жизни в бесконечную череду проб и ошибок. То есть стереотипы человеку помогают дифференцировать и упрощать окружающий мир, другими словами, наводить в нем порядок. Можно сказать, что стереотипы являются определенными убеждениями и так называемыми привычными знаниями людей относительно качеств и черт характера других индивидов, а также относительно событий, явлений. По этой причине стереотипы существуют очень давно, долго, и они широко используются людьми. В зависимости от характера объекта и его места в социальной структуре существуют различные виды стереотипов, например, групповые, профессиональные, этнические, возрастные. В качестве объектов стереотипизации выступают чаще всего обобщенные и упрощенные образы этих групп. Основой, например, этнического стереотипа обычно является какая-то заметная черта внешности. Цвет кожи, разрез глаз, форма губ, тип волос, рост и так далее. Основой стереотипа может также служить и какая-то черта в характере поведения человека – молчаливость, сдержанность, скупость. Реальным носителем стереотипов является группа, и поэтому именно в опыте группы следует искать корни стереотипа. Наиболее известны этнические стереотипы – устойчивые суждения о представителях одних национальных групп с точки зрения других. Например, стереотипное представление о вежливости англичан или о их худобе, или стереотип об эксцентричности итальянцев, легкомысленности французов, или вот известный стереотип о загадочной русской душе. Такого рода стереотипы клише становятся основным компонентом общения для представителей соответствующих групп, где эти стереотипы распространены. Стереотипы часто эмоционально окрашены симпатиями и антипатиями, в зависимости от которых одно и то же поведение получает разную оценку. Те черты, которые у своего народа рассматриваются как проявление ума, например, сообразительности, то у другого народа та же черта считается проявлением хитрости. То, что применительно к себе называют настойчивостью, у чужака расценивается как упрямство. Или, например, у европейцев, впервые вступивших в общение с японцами, часто бывает шок от того, как японцы с улыбкой говорят о печальных вещах, например, о болезни или смерти близких родственников. И это стало основой для формирования стереотипа бездушия, жестокости японцев. Однако улыбку в подобных случаях надо понимать в том смысле, какой она имеет в японской культуре поведения. Там она символизирует на самом деле стремление японца не беспокоить окружающих своими личными горестями. Несмотря на обоснованность или необоснованность, истинность или ложность стереотипов, все они являются неотъемлемым элементом любой культуры и уже самим фактом своего существования оказывают воздействие на психологию и поведение людей, влияют на их сознание и межнациональные контакты. Давайте рассмотрим, откуда же берутся стереотипы. Нет ничего удивительного и страшного в том, что люди используют в своей жизни стереотипы. По наблюдениям специалистов, стереотипами определяется около 2-3 форм человеческого поведения. Среди них есть такие, которые ограничивают инициативу и свободу выбора. Но есть и такие, которые избавляют человека от необходимости каждый раз открывать Америку и изобретать велосипед. Формирование и усвоение человеком стереотипов происходит различными путями. Во-первых, они усваиваются в процессе социализации и инкультурации. Поскольку стереотипы представляют собой часть культуры, то привычку думать о других группах определенным образом мы, можно сказать, всасываем с молоком матери. Причем это касается не только того, как выглядят чужие группы в наших глазах, но и наших представлений о том, как выглядит собственная группа в представлениях чужих групп. Во-вторых, стереотипы главным образом приобретаются в процессе общения с теми людьми, с которыми чаще всего приходится сталкиваться. Это родители, друзья, сверстники, учителя. Если, например, дети слышат всегда, что представители той или иной национальности слишком простодушны или слишком эгоистичны, то они воспринимают эти стереотипы, дети воспринимают стереотипы в семье. В-третьих, стереотипы могут возникать через ограниченные личные контакты. Например, если у вас на рынке Абману, например, азербайджанский торговец, то многие могут заключить, что все представители этой нации лживы. В этом случае приобретается стереотип, исходя из ограниченной информации. И в-четвертых, особое место в образовании стереотипов занимают средства массовой информации. То есть возможности формирования стереотипов средствами массовой информации не ограничены как по своему масштабу, так и по своей силе. Для большинства людей пресса, радио, телевидение являются авторитетами. Мнение средств массовой коммуникации становится мнением людей, вытесняя из мышления их индивидуальной установки. Но рассматривая механизм формирования стереотипов средствами массовой информации, необходимо выделить причины их влияния на общественность. Если говорить кратко, то для многих людей СМИ являются авторитетным мнением, которые зачастую не переоцениваются критически. И это происходит в том случае, когда индивид не обладает достаточными знаниями для формирования собственного мнения или установки. Большое значение имеет статус источника информации. То есть чем выше авторитет источника, тем выше доверие к этой информации со стороны аудитории. Даже если некоторые индивиды критически воспримут информацию от такого источника, то она все равно сможет закрепиться в их сознании. Теперь перейдем к функциям стереотипов. По своему характеру стереотипы представляют собой чувственно окрашенный образ, аккумулирующий в себе социальный и психологический опыт общения и взаимодействия индивидов. Имея такую природу, стереотипы обладают целым рядом качеств. Целостностью, ценностной окраской, устойчивостью, консерватизмом, эмоциональностью, рациональностью и другими. Благодаря этим качествам стереотипы выполняют разнообразные функции. Из последних для процесса межкультурной коммуникации особое значение имеют следующие функции стереотипов. Первое – передача относительно достоверной информации. Вторая функция – ориентирующая. И третье – это влияние на создание реальности. Рассмотрим их подробнее. Функция передачи относительно достоверной информации основана на процессах глобального обобщения, которые происходят при наблюдении неординарного, чего-то бросающегося в глаза, например, необычного поведения, до образа мыслей членов другой культуры. Попадая в чужую культуру, люди склонны к обобщению, к упорядочению всего, что они видят. Уже с первых контактов с чужой культурой всегда начинается классификация новой информации и формируется относительно четкая модель этой культуры. Это достигается, как правило, путем упрощения и генерализации реальности, выделения наиболее характерных черт данной культуры. Поэтому на основе всего многообразия впечатлений создаются четкие контуры чужой культуры и дается характеристика ее представителей по определенным признакам. Например, в основе стереотипов практичности, пунктуальности немцев лежат, конечно же, наблюдения за их действительным поведением. Ориентирующая функция заключается в том, что с помощью стереотипизации удается создать упрощенную матрицу окружающего мира и в ячейке которой, опираясь на стереотипы, расставляются определенные социальные группы. Такой прием позволяет довольно быстро дифференцировать людей по группам на основе стереотипных признаков и ожидая от них определенного поведения. Например, если спросить у любого человека, для членов какой этнической группы характерно предсказывать судьбу по линиям руки, то, скорее всего, у него возникнет образ цыганки. И наоборот, увидев на улице цыганку, которая говорит с прохожими, довольно точно можно предположить, что она предполагает услуги гадалки. Если такие действия будут происходить, например, от женщины, не отличающейся от членов вашей культурной группы, то такого предположения не возникнет. Таким образом, стереотипы помогают распределить социальное окружение на обозримые и понятные группы и тем самым позволяют упростить сложность незнакомого культурного окружения. Функция влияния на создание реальности заключается в том, что с помощью стереотипов удается четко разграничить свою и чужую этнические группы. Стереотипизация позволяет дать оценочное сравнение чужой и своей групп и тем самым защитить традиции, а также взгляды и ценности своей группы. И в связи с этим стереотипы являются своего рода защитным механизмом, который служит для сохранения позитивной идентичности собственной культурной группы. Такое разграничение связано с понятием ингруппового фаворитизма, подразумевающего формирование более позитивного образа собственной культуры. Здесь стереотипы, создавая определенную реальность, консолидируют собственную культурную группу и обозначают ее границы. Примером этого могут служить стереотипы поговорки или анекдоты, соответствующие каждой культуре. Например, в русском языке есть такие поговорки, как «незваный гость хуже татарина», что «русскому хорошо, то немцу смерть». В этих поговорках можно увидеть вполне конкретный образ другой группы. Как уже отмечалось, носителями и создателями стереотипов являются те или иные социальные группы. Разные социальные группы взаимодействия между собой вырабатывают определенные социальные стереотипы по отношению друг к другу. Наиболее известными из них являются этнические стереотипы. Это представление о членах одних этнических групп с точки зрения других. Поэтому стереотипы проецируются в основном на большие социальные группы. Личный опыт общения с представителями чужой культуры, как правило, не приводит к корректировке стереотипа. Даже в том случае, если отклонение от уже имеющегося представления, очевидно. В таких обстоятельствах наш опыт интерпретируется как исключение, а существующий стереотип продолжает рассматриваться как норма. Поскольку стереотип является порождением группы, то адекватно он может использоваться только при межгрупповых отношениях для быстрой ориентировки в ситуации и определении этнической или культурной принадлежности. Ориентировка и определение происходят практически мгновенно. По знакам групповой принадлежности срабатывает психологический механизм стереотипизации и актуализируется соответствующий стереотип. Причем для срабатывания этого механизма совершенно не важно, что в действительности происходит, каков личный опыт носителя стереотипа. Главное, не ошибиться в ориентировке. Переходя к значению стереотипов для межкультурной коммуникации, прежде всего отмечу, что человек воспринимает другого вместе с его действиями и прежде всего через действия. От адекватности понимания действий и их причин во многом зависит построение взаимоотношений с другим человеком. В этих обстоятельствах стереотипы позволяют строить предположения о причинах и возможных последствиях своих и чужих поступков. С помощью стереотипов человек наделяется теми или иными чертами и качествами и на этой основе можно прогнозировать его поведение. Таким образом, как в коммуникации вообще, так и в ситуации межкультурных контактов, в частности, стереотипы играют очень важную роль. Стереотипы, жестко встроенные в нашу систему ценностей, они являются ее составной частью, обеспечивают своеобразную защиту наших позиций в обществе. По этой причине использование стереотипов имеет место в каждой межкультурной ситуации. Без употребления этих предельно общих культурно-специфических схем оценки как собственной группы, так и других групп невозможно обойтись. Зависимость между культурной принадлежностью того или иного человека и приписываемыми ему чертами характера обычно не является адекватной. Люди, принадлежащие к различным культурам, обладают разным пониманием мира, что делает коммуникацию с единой позицией невозможной. Руководствуясь нормами и ценностями своей культуры, человек сам определяет, какие факты и в каком свете оценивать. Это существенно влияет на характер нашей коммуникации с представителями других культур. Например, при общении с оживленно-жестикулирующими во время разговора итальянцами у немцев, привыкших к другому стилю общения, может сложиться стереотип чрезвычайно экспрессивных и неорганизованных итальянцев. Итальянцы, в свою очередь, приобретут стереотип о немцах как о холодной и сдержанной нации. Ну и таких примеров можно привести большое количество. В зависимости от способов форм использования стереотипов могут быть полезны или вредны для коммуникации. Как уже отмечалось, эффективная стереотипизация помогает людям понимать ситуацию и действовать в соответствии с новыми обстоятельствами. Поэтому стереотип может не только быть препятствием в коммуникации, но и приносить определенную пользу. И это возможно в следующих случаях. Первый случай, если его сознательно придерживаются, если сознательно придерживаются стереотипа. То есть индивид должен понимать, что стереотип отражает групповые нормы ценности, групповые черты и признаки, а не специфические качества, свойственные отдельно взятому индивиду из какой-либо группы. Далее, если стереотип является описательным, а не оценочным, это предполагает отражение в стереотипах реальных и объективных качеств и свойств людей данной группы, но не на их оценку как хороших или плохих. Если стереотип точен, это означает, что стереотип должен адекватно выражать признаки и черты группы, которой принадлежит человек. Если стереотип является лишь догадкой о группе, но не прямой информацией о ней, это означает, что первое впечатление о группе не всегда является достоверным знанием, если говорить обо всех индивидах данной группы. Ну, а также, если стереотип модифицирован, то есть основан на дальнейших наблюдениях, на дальнейшем опыте общения с реальными людьми, или если он исходит из опыта реальной ситуации. В ситуации межкультурных контактов стереотипы бывают эффективны только тогда, когда они используются как первая и положительная догадка о человеке или ситуации, а не рассматриваются как единственно верная информация о них. Стереотипы становятся неэффективными и затрудняют коммуникацию, когда мы ошибочно относим людей не к тем группам или некорректно описываем групповые нормы, когда смешиваем стереотипы с описанием определенного индивида, когда нам не удается модифицировать стереотипы, основанные на реальных наблюдениях. Акцент в общении на эти способы использования стереотипов приводит к тому, что они могут стать серьезной помехой при межкультурных контактах. Выделяют ряд причин, согласно которым стереотипы могут препятствовать межкультурной коммуникации. Первое. За стереотипами не удается выявить индивидуальные особенности людей. Стереотипизация предполагает, что все члены группы обладают одинаковыми чертами. Такой подход применяется ко всей группе и к отдельному индивиду на протяжении определенного промежутка времени, несмотря на индивидуальные вариации. Второе. Стереотипы повторяют и усиливают определенные ошибочные убеждения и верования до тех пор, пока люди не начинают принимать их за истинные. И третье. Стереотипы основываются на полуправде и искажениях. Сохраняя в себе реальные характеристики стереотипизируемой группы, стереотипы при этом искажают действительность и дают неточные представления о людях, с которыми происходят межкультурные контакты. Люди сохраняют свои стереотипы даже несмотря на противоречащую им действительность. Поэтому в ситуации межкультурных контактов важно уметь эффективно обходиться со стереотипами, то есть осознавать их и уметь от них отказываться перед фактом их несоответствия реальной действительности. Понятие и сущность предрассудков. Представление о типичных чертах других народов зависит как от их характерных черт, так и от форм и разнообразия контактов с ними. При этом результатом контактов являются не только стереотипы, но и предрассудки. Психология рассматривает предрассудок как установку предвзятого или враждебного отношения к чему-либо без достаточных для такого отношения оснований или знания. Применительно к этническим группам или к их культурам предрассудок выступает в виде установок предвзятого или враждебного отношения к представителям этих групп, их культурам и к любым фактам, связываемым с их деятельностью, поведением и социальным положением. Главным фактором возникновения предрассудков является неравенство в социальных, экономических и культурных условиях жизни различных этнических обществ. Эти же факторы определяют такую распространенную форму предрассудков, как ксенофобия, например, неприязнь к иностранцам. Рассматривая сущность предрассудков, следует отметить, что они возникают как следствие неполного или искаженного понимания объекта, по отношению к которому формируется установка. Возникая на основе ассоциаций, воображения или предположения, такая установка с искаженным информационным компонентом оказывает, тем не менее, стойкое влияние на отношение людей к объекту. В контексте межкультурной коммуникации следует различать стереотип и предрассудок. Как уже было отмечено, стереотипы являются отражением тех черт и признаков, которые свойственны всем членам той или иной группы. Это своего рода обобщенный собирательный образ представителей соответствующей группы. В этом образе, как правило, отсутствуют ярко выраженные эмоциональные оценки, поэтому стереотипы содержат в себе возможность и позитивных суждений о стереотипизированной группе. В отличие от стереотипа, предрассудок представляет собой отрицательную и враждебную оценку группы или принадлежащего к ней индивида и причем только на основании приписывания ему определенных негативных качеств. Для предрассудков характерно бездумное негативное отношение ко всем членам группы или к большей ее части. В практике человеческого общения объектом предрассудков обычно являются люди, резко отличающиеся от большинства какими-либо чертами, вызывающими отрицательные отношения у других людей. Наиболее известными формами предрассудков являются расизм, ксенофобия, дискриминация по возрастному или половому признакам. Предрассудки, как и стереотипы, являются элементами культуры, поскольку порождены общественными, а не биологическими причинами. Однако они представляют собой устойчивые и широко распространенные элементы обыденной повседневной культуры, которые передаются их носителями из поколения в поколение и сохраняются при помощи обычаев или нормативных актов. Чаще всего предрассудки включены в культуру в виде нормативных заповедей, то есть строгих представлений о том, что и как должно быть, каким образом следует относиться к представителям соответствующих этнических или социокультурных групп. Интересен механизм формирования предрассудков. Как показывают многочисленные отечественные и зарубежные исследователи, при помощи механизма становится возможным направить свою эмоциональную реакцию на человека причинно не связанных с возникновением этой реакции. И вот механизм формирования предрассудков чаще всего используется в культивации этноцентризма стереотипов и предрассудков. И этот механизм называется процессом перемещения. Суть этого процесса сводится к переносу выражения эмоций в иную ситуацию, где это можно осуществить либо безопасно, либо с большой выгодой. Психологическое перемещение используется людьми или бессознательно в качестве защитного механизма психики, или же преднамеренно в поисках козла отпущения, на котором можно было бы выместить досаду по какому-либо поводу. При этом психологическое перемещение не является атрибутом только индивидуальной психической деятельности. Оно встречается и в коллективных психических процессах и может охватывать значительные массы людей. Механизм перемещения применяется для того, чтобы направить гнев и враждебность людей на объект, не имеющий никакого отношения к причинам этих эмоций. Развиваясь на почве неполного или искаженного знания, предрассудки могут возникать по отношению к объектам самого различного рода, к вещам, к животным, людям, к идеям, представлениям, но самым распространенным видом предрассудков все-таки являются этнические. Сохранению и широкому распространению этих предрассудков способствуют некоторые социально-психологические причины, многие из которых вытекают из социально-экономических условий жизни людей. И одна из этих причин попытка представителей доминирующей этнической группы, находящейся внизу социальной лестницы, найти источник психического удовлетворения от чувства минимого превосходства. В зарубежной психологии существует довольно большое число теорий происхождения предрассудков. Одной из таких теорий является теория фрустрации и агрессии. Она заключается в том, что в человеческой психике в силу определенных причин, вызванных какими-либо отрицательными эмоциями, создается состояние напряжения, фрустрация. Это состояние требует своей разрядки и ее объектом может стать любой человек. В ситуации, когда причины трудностей и невзгод видятся в какой-либо этнической группе, раздражение направляется против этой группы, по отношению к которой, к которой, как правило, уже имеется негативная установка или же враждебное предубеждение. Существует также теория, которая формирование предрассудков объясняет потребности людей определить свое положение в отношении других. При этом часто акцент делается на превосходстве своей этнической группы и тем самым своего индивидуального над другим. В процессе такого самоутверждения уничижаются достижения соответствующей группы и подчеркивается неприязненное отношение к ней. В данном случае мы можем говорить о социально-экономическом, культурном и политическом контекстах межгрупповых отношений, которые связаны с этнической и культурной идентификацией взаимодействующих групп. Причем позитивная идентификация связывается в основном со своей культурной группой, а по отношению к чужой культурной группе демонстрируется негативная информация или даже открытая дискриминация. Для каждого отдельного индивида все сказанное означает, что предрассудки усваиваются им в процессе социализации и кристаллизуются под влиянием культурно-групповых норм и ценностей. Их источником служит ближнее окружение человека, в первую очередь родителей, учителя, приятелей. Тем самым индивидуальные предрассудки в большинстве случаев возникают не из личного опыта межкультурного общения, а посредством усвоения ранее сложившихся предрассудков. Перейдем к типам предрассудков. Использование предрассудков в повседневной жизни имеет различные последствия для человека. Во-первых, наличие того или иного предрассудка серьезно искажает для его носителя процесс восприятия людей из других этнических или социокультурных групп. Носитель предрассудка видит в них только то, что хочет видеть, а не то, что есть на самом деле. В результате целый ряд положительных качеств объекта предрассудка не учитывается при общении и взаимодействии. Во-вторых, в среде людей, зараженных предрассудками, возникает неосознанное чувство страха и тревоги перед теми, кто для них является объектом дискриминации. Носители предрассудков видят в их лице потенциальную угрозу, что порождает еще больше недоверия к ним. В-третьих, существование предрассудков и основанных на них традиций дискриминации, сегрегации, ущемления гражданских прав в конечном счете искажает самооценку объектов этих предрассудков. значительному количеству людей навязывается чувство социальной неполноценности и как реакция на это чувство возникает готовность к утверждению личностной полноценности через межэтнические и межкультурные конфликты. Последствия возникают в результате влияния какого-либо одного предрассудка или группы предрассудков. Все зависит от того, какому типу принадлежит соответствующий предрассудок. В психологии принято выделять шесть основных типов предрассудков. Первый тип яркие необоснованные предрассудки, в содержании которых открыто декларируется утверждение, что члены чужой группы по тем или иным признакам являются хуже, чем представители собственной группы. Второе. Символические предрассудки основываются на наличии негативных чувств в отношении членов чужой группы, которые воспринимаются как угрожающие культурным базовым ценностям собственной группы. Следующий, таки низкий тип предрассудков, выражается в предоставлении различных форм социального преимущества представителям каких-либо групп, чтобы создать видимость справедливости. Предрассудки этого типа предполагают наличие негативных чувств по отношению к чужой группе, однако члены собственной группы не хотят признаться себе в том, что у них есть предрассудки в отношении других. Далее, предрассудки типа длинной руки подразумевают позитивное поведение по отношению к членам чужой группы только при определенных обстоятельствах, например, случайное знакомство в формальной встрече, в ситуации же более близкого контакта, например, соседства, демонстрируется недружелюбное поведение. Фактические пристрастия и антипатия как тип предрассудков предполагают наличие открытого негативного отношения к членам чужой группы в случае, если их поведение действительно не устраивает членов собственной группы. И, наконец, знакомые и незнакомые. Этот тип предрассудков подразумевает отказ от контактов с членами чужой группы, поскольку люди данной группы всегда в той или иной степени испытывают неудобства при обращении с чужаками и поэтому предпочитают взаимодействовать с людьми собственной группы, так как такое взаимодействие не вызывает глубоких нервных и эмоциональных переживаний. Проблемы корректировки и изменения предрассудков. В процессе нашей жизнедеятельности мы постоянно подвергаемся влиянию родных, друзей, знакомых, которые бессознательно или сознательно пытаются изменить предрассудки, корректируя их в лучшую сторону. На самом деле предрассудки с трудом поддаются изменению и если они однажды были приняты, то от них очень трудно отказаться. Особой живучестью в этом отношении отличаются этнические предрассудки. Так человек довольно просто может отказаться от предрассудка относительно автомобиля той или иной марки, но от негативного мнения о какой-либо этнической группе отказаться гораздо сложнее. Как идеальное условие для изменения предрассудков служит одинаковый статус индивидов. Изменение предрассудков может быть произведено и с помощью средств массовой информации, однако и в этом случае, чтобы изменить предрассудок, могут потребоваться годы к тому же предрассудок нельзя убрать, вычеркнуть из сознания людей. Его можно лишь сделать более обоснованным, доступным для понимания, модифицировать и описать. Наивно полагать, что изменение стереотипов и предрассудков является несложным делом, быстро осуществимым при помощи социальных технологий или других методик. Стереотипы и предрассудки меняются очень медленно и с большим трудом. Люди склонны помнить ту информацию, которая поддерживает предрассудок и игнорировать информацию, которая им противоречит. Поэтому, если предрассудки были когда-либо усвоены человеком, то они проявляются в течение длительного времени. Теперь посмотрите на слайд. на котором указаны практические задания. Что я предлагаю? Я предлагаю пообщаться вам с вашим окружением и обратить внимание на стереотипные высказывания в отношении чего-либо, не обязательно какой-либо другой этнической группы. Расскажите, как вы поняли, что это стереотипы? и проанализируйте высказывания ваших знакомых. Постарайтесь вспомнить, когда вы общались с представителями другой культуры. Есть ли такое общение? Я надеюсь, такое общение было. Расскажите, что вы вначале ожидали от общения, какие у вас были до этого стереотипы. и поделитесь, подтвердились ли эти стереотипы и почему. Если да, то объясните, почему, или, возможно, эти стереотипы оказались неверными. Далее я предлагаю вам составить список наиболее распространенных стереотипов своей культурной группы. То есть попросите дать свои представления о вашей культурной группе человека другой национальности. А потом вы можете обсудить вместе полученные результаты, а можете самостоятельно. В качестве задания предлагаю посмотреть какую-либо общественную политическую программу и отметить стереотипные высказывания. То есть если быть внимательным, то можно услышать стереотипы. И как вы думаете, что побудило вас считать это стереотипным? предложите подумать над этим высказыванием другим людям. Может быть, они не будут читать это стереотипом. Беседуя со своими знакомыми о другой культурной группе, побеседуйте, может быть, в группе побеседуйте о представителях другой национальности, другой страны. и попытайтесь переубедить друг друга относительно истинности ваших представлений о данной группе. Возьмите представителя одной национальности и разделитесь на группы, кто будет высказывать положительные наблюдения, кто-то отрицательные, и проанализируйте успех своего анализа. На этом сегодняшняя лекция подошла к концу. До свидания. До свидания.